Мы собираем груз. Например, вот сюда на четвертое ворота у нас здесь стоит машина, которую мы будем загружать. И вот у нас пошел специалист. Он отсюда взял коробку, отсюда взял коробку. И вот это все красным цветом он собирал этот груз для того, чтобы скомплектовать, отнести в машину. С секундомером в руках сотрудники регионального центра компетенции выяснили, что у рабочих в зоне отгрузки товара много лишних телодвижений. И каждую смену они наматывают по складу больше километра, собирая товар возле нужных ворот. Из-за этого отправка груза заказчику задерживалась на час-полтора. Благодаря нацпроекту производительность труда потери обнаружили и устранили. В километрах получается 1-2 километра человек меньше стал ходить. Если по времени, если в документах строгих, там получается 14 у нас было, 11 стал, там 3 секунды, опять это несколько тысяч. Анализировать производственную ситуацию и оптимизировать процессы – в этом суть нацпроекта. Вложений практически не требуется. Задействует уже имеющиеся ресурсы предприятия. Проект показал нам о том, что у нас не хватает ячеек сборки товара. Мы установили по всей зоне комплектации дополнительные стеллажи. Это порядка 70 больших палет. Стеллажи у нас были. Нам их просто поставили. Мы даже не думали, куда их поставить. Как бы весь склад застеллажировал. Ну пускай лишь отгниют. Оказывается, можно было использовать и ускорить работу. Внедрение принципов бережливого производства позволило за полгода работы сэкономить компанией «Мир упаковки» больше 9,5 миллионов рублей. Деньги потратили на обновление оборудования и повышение зарплаты эффективным сотрудникам. Намного повысить? На пилотном потоке 22%. Примерно так, чтобы понимать? В среднем, если человек получал грубо 50 тысяч плюс 22%, нормальная зарплата. Нацпроект «Производительность труда» работает в Хабаровском крае с июня прошлого года. За это время уже 8 предприятий научились принципам бережливого производства. Федеральный проект рассчитан до 2024 года. В нем могут поучаствовать еще свыше 20 предприятий. Но большой очереди желающих научиться экономить до сих пор нет. В какой-то момент мы просто не сможем оказать адресную поддержку или взять на улучшение компанию, которая захочет это сделать в последний момент. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к собственникам, к руководителям предприятий, которые еще сомневаются по какой-то причине входить, не входить. Но абсолютно все результаты предыдущих волн показывают о том, что это точно эффективно. В следующем году увеличить эффективность предприятия намерены Хабаровский завод строительной керамики и МУП «Дорремстрой». Наталья Чернышева, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск. Продолжение следует...